МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа «Республика». С главными событиями понедельника и минувших выходных познакомят наши корреспонденты и я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Подарки к празднику у Батревса отметили День района. В безопасный подъемник в Чебоксарах реализуется программа по ремонту лифтов. Мудрость народам. Студенческая фольклорная экспедиция в Балатарском районе. С 1 июля в Чуваши вступили в действие новые тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Сельхозтоваропроизводители закончили посевную, готовятся к уборочной кампании. Что показал мониторинг цен на продукты в магазинах республики. Эти и другие вопросы обсудили на еженедельном совещании главы Чувашии и правительства республики. В республиканской службе по тарифам отмечают изменение платы граждан за коммунальные услуги значительно ниже уровня инфляции прошлого года, а в Чуваши он 11,5%. Тарифы на электрическую энергию с 1 июля составят 2,98 рубля за киловатт-час для городского населения и 2,09 рубля за киловатт-час для сельского населения. Розничная цена на природный газ для населения вырастет на 13 копеек и составит 5,17 рубля за кубический метр. Для каждой ресурсоснабжающей организации устанавливаются тарифы на тепловую энергию, питьевую, горячую воду, водоотведение. В том числе в сферах теплоснабжения 77 ресурсоснабжающих организаций, холодного водоснабжения 54 ресурсоснабжающих организаций, водоотведение 40 ресурсоснабжающих организаций. Михаил Игнатьев призвал руководителей администрации городов и районов, ответственных должностных лиц, не допускать превышения предельного тарифа. Он также подчеркнул, что количество семей, получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, может быть увеличено. Средства для этого в бюджете республики предусмотрены. Сегодня различные субсидии получают 347 тысяч жителей Чувашия и 90% субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Получателями субсидий являются граждане, чьи расходы на оплату жилищного помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов стоимости, услуг превышает 22% от совокупного дохода семьи. Право на субсидии имеют как пользователи, наниматели, члены жилищного строительного кооператива, так и собственники жилого помещения. Основное условие предоставления субсидий – это отсутствие задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги. По состоянию на 1 июля текущего года субсидии получили 17 663 семьи. В прошлом году у нас было на порядка 1300 меньше. В этих семьях проживает 53 842 человека. В прошлом году по итогам года было 19 300, то в этом году мы ожидаем увеличение до 20 800 семей. Средний размер субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг – 1301 рубль. И это на 16% больше, чем в прошлом году. Министр сельского хозяйства Чувашской Республики Сергей Артамонов доложил, что по итогам первого полугодия индекс производства в сельском хозяйстве составит 109%. В прошлом году было 102,5%. Объем государственной поддержки агропромышленного комплекса Чувашской Республики предусмотрено на 2016 год по состоянию на 11 июля 2016 года оставляет 2 млрд 319 млн. рублей. На развитие сельскохозяйственного производства предусмотрено 2 млрд 63 млн. рублей. Остальная сумма по устойчивому радиусу сельских территорий. Предельные объемы финансирования, выделенные имени сельскохоза Чуваши, в этом году на сегодняшний день освоены в полном объеме. Дополнительность федерального бюджета на развитие АПК Республики поступило 45,5 млн. рублей. Это на субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам, на развитие малышного скотоводства и на развитие животноводства. Обсудили ситуацию на открытом акционерном обществе «Чувашский броллер». Сегодня там работают 546 человек, 36 уже получили уведомления о сокращении. Многие рискуют потерять работу. Михаил Игнатьев напомнил, что 49% акций «Чувашского броллера» принадлежат государству. Он констатировал, что ситуация на предприятии критическая. Все вопросы нужно решать оперативно и доводить до сотрудников предприятия объективную информацию. Было отмечено, что необходимо минимизировать убытки и не допустить, чтобы сотрудники предприятия остались на улице. Индекс потребительских цен на товары и услуги по Чувашской республике в июне 2016 года по отношению к декабрю 2015 составил 102,5%. И сложился на 0,8% пункта ниже среднероссийского показателя. По России 103,3%. На совещании были вручены и свидетельства присвоения классных чинов государственным гражданским служащим. Надлежащим образом надо выполнять свои прямые и функциональные обязанности. Это, во-первых. Но в то же время не забывать про проблемы и про те вопросы, которые население поднимает. Поэтому надо масштабно смотреть. И, в-третьих, вы должны быть настоящими патриотами своей страны и своей малой родины. Елена Гальперина, Олег Якимов, Республика. Прошедшую субботу батриевцы отметили День районам. Поздравил сельчан и глава республики Михаил Игнатьев. Лучший подарок батриевцам сделала сама природа. В праздничную субботу пошел долгожданный для жителей юго-восточного района республики дождь. Однако он не помешал торжественному открытию автомобильной дороги в деревне Ксыл-Камыш. На новой улице появляется новая благоустроенная дорога. Работает федеральная программа устойчивого развития сельских территорий. Мы на уровне республики принимали и утверждали разные программы для того, чтобы селяне жили в таких же комфортных условиях, как и горожане. Автомобильная дорога протяженностью 1 км прокладывалась в два этапа. Первый этап мы завершили в прошлом году. По улице Школьной 900-100 метров сумма была своя на прошлом году 5 миллионов 100 тысяч рублей. А сегодня открываем по улице новая сумма 5 миллионов 200 тысяч рублей. Следующим пунктом рабочей поездки главы республики стал строящийся мясоперерабатывающий цех. Среди работников вчерашние выпускники столичных вузов. Отрадно, что молодые специалисты-технологи предпочитают оставаться на малой родине. Админат секретарь Чувашского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». За этим стоит любовь к родной земле, самоотверженный труд жителей Батаревского района. Самое главное то, что они не стоят на месте, есть желание двигаться, развиваться, есть потенциал, стремление, желание. Это очень важно. Михаил Игнатьев принял участие в открытом совещании по итогам первого полугодия. Позитивные тенденции регистрируются в строительстве жилья. За пять месяцев текущего года показатель составил 153%, тогда как в целом по республике не превышает 75%. В районе увеличилось количество предпринимателей. Сегодня начинающим фермерам оказывается хорошая поддержка со стороны государства. В 2016 году батаревские фермеры получили более 14 миллионов рублей с бюджета разных уровней. Михаил Игнатьев отметил, что благодаря таким районам, как Батаревский, республика сохраняет лидирующие позиции в рейтинге инновационного развития. Органы власти, в свою очередь, будут способствовать дальнейшему процветанию региона. Дальнейшему процветанию района. Хочу ответственно сказать, уважаемые коллеги и друзья, вот все обещания, которые мы даем перед населением на наших встречах, всегда их мы выполняем. Понятно, сразу все невозможно делать, поэтому мы расставляем на уровне республики, на уровне правительства Чувашской республики приоритеты. Одна из острых тем, поднятых на совещании, смертность среди трудоспособного населения не по медицинским причинам. Первая причина – это ДТП. Вторая причина у нас – алкоголизм. Алкоголизм именно среди трудоспособного возраста. Очень молодые. Они приходят уже в таком состоянии в наше реанимационное отделение, что вытащить уже невозможно. Алкоголизм – болезнь социальная, и лечить ее надо всем обществом. Решение проблемы может быть только одно – создание новых рабочих мест и привлечение молодежи к общественной деятельности. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика. До начала учебного года меньше двух месяцев. Пока школьники копят силы, директора школ совместно с городадминистрацией готовятся к учебному году. На ремонт образовательных организаций столицы в этом году выделено 167 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. В этом году капитальный и текущий ремонт коснется 143 образовательных организаций города. Среди них и бывший лицей-интернат имени Лебедева. В школе, а потом уже в лицей-интернате имени Лебедева, обучались дети со всех уголков республики. В 2012 году учебное заведение закрылось на ремонт. Судьбу лицея решали всем городом. И вот спустя 4 года учебное заведение снова заработает, но уже в другом формате. После проведения публичных обсуждений было решено присоединить лицей-интернат имени Лебедева к столичному лицею номер 4. В этом году порог нового здания переступит более 150 учеников младшей школы. А уже со следующего года количество мест планируется увеличить в три раза. Работы в этом направлении уже ведутся. Замена пола и устройство сцены в актовом зале, ремонт санузлов и замена электрической проводки. По заверению подрядчика, сбоев быть не должно. Уже в сентябре дети пойдут в новую школу. А в этой школе плановый ремонт. Школьная столовая отныне будет в ярких тонах. А покрытие пола из более прочного материала. Но одного ремонта недостаточно. Руководству 39-й школы необходимо позаботиться об уюте и красоте интерьеров. К примеру, замена школьных стендов на более яркие не потребует особых затрат. А закопка жидкого мыла вместо хозяйственного привьет детям любовь к чистоте. Сегодня наши дети – это дети, которые родились и пришли в школу уже в 21 веке. Им, конечно, хочется ярких красок. Им нужны современные технологии. Каждый ребенок должен уже воспринимать учебное заведение через город из-за этого учебного заведения, что он учится в этой школе. Ну и, конечно, услугу получать в соответствии с сегодняшним днем. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. Если театр начинается с вешалки, то многоквартирный дом с лифтом. Программа замены старых лифтов действует в Чувашии с 2011 года. За это время было модернизировано более 180 лифтовых кабин. Многоквартирный дом по улице Кадыкова вошел в программу замены лифтов несколько лет назад. За это время были заменены лифты в четырех подъездах. Чтобы ускорить процесс установки лифта, на собрании дома было решено участвовать в программе софинансирования. 25% собираем мы с жильцов нашего дома. Это оплачиваем мы в течение пяти месяцев. Конечно, очень счастливы, что мы попали в эту программу по замене этих лифтов. Сейчас мы рады, что у нас ходят новые автоматические программы. Достоинства нового лифта оценили люди с ограниченными возможностями. Так, женщина-колясочница с третьего этажа теперь самостоятельно спускается на улицу. Инвалидное кресло без дополнительных усилий проходит в кабину. Новый лифт оснащен также голосовым оповещением для слабовидящих людей. Дарина Игнатьева, Расим Мухаммедов, Республика. В 2016 году планируется выполнить ремонт с полной заменой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на 16 участках уличной дорожной сети столицы Республики. На эти цели будет направлено более 170 миллионов рублей. Чтобы не тратить драгоценное время, дороги ремонтируют и ночью. Кольцо на пересечении улиц Гагарина и Калинина – одно из самых оживленных мест в городе. Необходимость ремонтировать покрытие назрела давно. Чтобы избежать пробки и ускорить ремонт дороги, принято решение ремонтировать ночью. Мы привлекли специализированную подрядную организацию для осуществления строительного контроля. То есть было проведено обследование уличной дорожной сети города. И этот участок также попал в программу ремонта замены верхнего слоя. Ремонт идет уже вторую ночь. На дороге сняли старое полотно и уложили щебеночно-мастичный асфальтобетон. Щебеночно-мастичный асфальтобетон производится не на битуме, а на основе полимерно-битумного вяжущего. На других участках мы производим холодное рисоклирование, подготовка основания и укладка двухслойного асфальтобетона. Точно так же на всех участках применяется щебеночно-мастичный асфальтобетон на основании ПБВ. В 10 часов вечера на участок прибыла машина с дорожной смесью. Самосвал полностью термоизолирован. Благодаря этому сохраняется исходная температура материала и менее 150 градусов. Проверка температуры, ровности укладки, толщины укладки асфальтобетона. То есть до меня была проверена рецептура, то есть щебень, битум и все комплектующие, которые входят в состав асфальтобетона. Уже непосредственно на месте контролируется температура, толщина и ровность. Гарантия строителей на этот участок не менее 6 лет. А вот действительно так или нет покажет время и интенсивное движение. Ремонтные работы в городе должны быть завершены к 10 августа. На трех Чебоксарских пляжах в Центральном, Афанасьевском и Левобережном купаться разрешено. По предварительным оценкам Роспотребнадзора, пробы воды соответствуют нормам СанПИН. Только на Новосельском пляже пробы не соответствуют. По распоряжению главы администрации столицы Алексея Ладокова, пробы песка и воды будут бросаны исследования регулярно. В Чебоксарах во время пожара в частном доме погибли мать и ее пятилетняя дочь. Следователи следственного управления СКР Почувашия расследуют обстоятельства произошедшего. О пожаре сообщили около часу ночи 11 июля. Когда огонь потушили, обнаружили тела двух человек – матери и дочери. Муж, погибший, спал на веранде и успел спастись. Сейчас он со множественными ожогами в больнице. По данному факту, следственным отделом по Калининскому району города Чебоксары Следственного комитета организовано проведение доследственной проверки. Следователям тщательно произведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. В настоящее время следователями рассматриваются различные версии возникновения пожара, в том числе в результате неосторожного обращения с огнем. В целях проверки этих версий назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинский и пожаротехнический. По предварительным данным, погибшие скончались от отравления угарным газом. Дом в результате пожара полностью уничтожен. Исторически подтвержденный факт. В 1833 году великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин посещал Чувашию. Во время поездки он собирал информацию о Пугачевском восстании. Но об этом мало кто знает. Блогеры Чувашии решили исправить это упущение и организовали экспедицию по следам Пушкина. Провожала путешественников и наша съемочная группа. Старт экспедиции – площадка перед монументом матери-погравительницы. Чебоксары, Морпасад, Батарева, Алатарь. За пять дней энтузиастам предстоит проехать около тысячи километров. Такой маршрут выбран не случайно. Он в точности повторяет путь, которым проезжал Пушкин 183 года назад. Мы сейчас стартуем, едем в Кугесе. Кугесе – это очень известный музей «Бичурин и современность». Бичурин был его другом. Именно он привез его сюда, в Чувашскую республику. Стараемся побывать в тех местах, где он ночевал. Мы постараемся провести те мероприятия, которые Александр Сергеевич Пушкин проводил. Будет Чувашская свадьба, будут встречи обязательно, будет общение. Мы постараемся найти ту Ольгу, которая запала Александру Сергеевичу Пушкину. К экспедиции присоединятся и блогеры из соседних регионов Нижнего Новгорода, Москвы. За передвижением экипажей можно наблюдать в режиме онлайн. А увидеть республику глазами Пушкина получится в соцсетях по хэштегу «Пушкин в Чувашии». Организаторы обещают разнообразный контент. Это фото, видео, анимация, записи в блогах, посты с лайфхаками, полезными советами, туристическими маршрутами и описанием исторических объектов. Мы постараемся сделать такой контент, который будет легко восприниматься именно молодежью. Цель здесь одна стоит – это показать туристическую привлекательность Чувашской республики. Завершиться экспедиции 15 июля по итогам блог-тура будет создана интерактивная карта туриста, которая покажет, где в Чувашии можно остановиться и какие пушкинские места есть поблизости. Татьяна Леонтьева, Татьяна Маукова, Андрей Шоклев, Республика. Каждое лето студенты-филологи Чувашского государственного педагогического университета имени Яковлева отправляются в русскую глубинку, Аллатрский район, чтобы побольше узнать о местном фольклоре. О том, чем интересна фольклорная экспедиция, где и как можно собирать частушки, песни, обряды, смотрите в следующем материале. Здравствуйте! Здравствуйте! А мы к вам опять в гости? Пожалуйста! Каждое утро они отправляются в гости и поступают мудро. Вооружившись блокнотами, ручками и диктофонами, студентки выходят на охоту. Охотятся за сказками, песнями, частушками. Стараются уловить каждое незнакомое слово. С неописуемой радостью записывают выражения, которые прежде видели только в древнерусских памятниках. Свадьбу здесь, в селе, празднуют три дня. И в один из дней есть такое выражение «баран яркую вел». То есть невесту прячут, и вот баран, то есть жених, должен ее найти. Но яркая это невеста. Об обычаях и обрядах села Клавдия Андреевна Маланин рассказывает с большой охотой. Несмотря на почтенный возраст, 86 лет, помнит многое. Вспоминает, что по преданию, село Чуварлеи было основано выходцами из Тамбовских и Курских земель. Населенный пункт введет свою историю с начала 17 века. Именно от Клавдии Андреевны девушки узнали о том, как отмечались святки в Чуварлеях в прошлом веке. Наряжаемся чем-нибудь, или цыганкой, или кто-нибудь. И пойдем по кельям ходить, в другую келью. Там начинам плясать, петь. По крупицам собирается ценный материал. Труд собирательниц нелегкий. Порой на то, чтобы разговорить и расположить к себе собеседника, приходится тратить не один час. Зато если разговоришь, можно услышать много интересного. Местные жители и про обряды прошлого века расскажут, и старинную утварь покажут. Интересный рецепт и даже песню подарят. Подружка моя, я уж продавала. Однобойка и дифтонка трешницу давала. Удалось очень интересную песню найти. Она посвящена селу Чуварлея. Там прям рассказывается о каждом районе. Я вот, например, не знала, что Чебоксарская улица называется здесь лопата. Особый интерес вызывают слова и устойчивые выражения. К примеру, в Чуварлеях крышка – это глиняный сосуд, буралом – ураган, а шоболы – старые тряпки, из которых вяжут напольные коврики. Кроме этого, филологам интересен говор, на котором разговаривают жители села. Каждая бабушка и каждый дедушка – это носитель языка, это творец языка, это целый мир. И еще раз говорю, наша задача – эти миры и запомнить, и зафиксировать, и донести до будущих поколений. В поисках информации новых собеседников любители фольклора проходят по несколько километров в день. Условия, в которых приходится жить и работать, больше напоминают походные. В основном мы, когда выезжаем в экспедицию, мы живем в школе. В бытовом плане директора школ нам, конечно, очень помогают. За это им большое спасибо. Вторая половина дня уходит на обработку материала. В школьной столовой временно переоборудованный в кабинет то, что было услышано, записано, систематизируется. Каждое слово и выражение записывается на отдельную карточку, а затем заносится в компьютер. Таким образом, к концу практики каждый студент увозит с собой настоящую историю людей, рассказанную ими самими, их собственными словами. Благодаря подобным экспедициям удается сохранить, зафиксировать уникальную народную культуру. Ежегодно фольклорная картотека пополняется редким, ценным материалом. За 15 лет было собрано немало. Все это в дальнейшем должно войти в словарь русских говоров Алатарского района и стать настоящим подарком всем любителям и ценителям языка и культуры. Галина Титарчук, Олег Якимов, Республика. Лето – время отдыха и приключений. Одни проводят его на курортах, другие – на даче, ну а третьи – в Чебоксарских парках. Там сейчас большие перемены. В Лакреевский лес заглянула и наша съемочная группа. Все в парк. Не скучный парк, твое лето в парке. У этого проекта несколько названий и одна цель – привлечь чебоксарцев в городские парки. И в первую очередь в Лакреевский лес. Для семейного отдыха сейчас здесь есть все. Придя сегодня сюда, очень удивились. Переменами к лучшему стало очень интересно, новые аттракционы. Дети катаются с удовольствием. Даже самой хочется прокатиться. А еще в парке новый асфальт, ровные газоны, красивые клумбы. И самое главное – каждые выходные – июля, августа и сентября – в Лакрейском лесу запланированы праздничные марафоны. Гостей парка ждут шоу мыльных пузырей, мастер-классы по танцам, йоги, выступления лучших творческих коллективов. Лица проекта и его активные участники – ученики медиа-центра Кучмала проведут здесь фестиваль скороговорок, конкурс актерского мастерства, мастер-классы по журналистике. Чебоксары может стать достойной отметкой на карте, на туристической карте нашей страны. То есть почему не расширить то самое золотое кольцо, в которое еще Чебоксары не входит, что-то более глобальное. Ведь у нас есть Волга, а это туристическая артерия. И туристы, которые будут заходить сюда на кораблях, непременно должны посещать это чудное место и стать участниками этого интерактивного праздника. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин